Всем привет! В этом видео. К ней уходили и заканчивали, но всего один фигурист изменил эту тенденцию. И это не Марк Кондратюк. Не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. Поехали! Имя Светланы Соколовской ранее не было известно широкой публике. Сейчас же она входит в когорту топ-тренеров мужской одиночки. И к ней, пока по неподтвержденным данным, собирается прийти воспитанница Сергея Давыдова Софья Самоделкина. Снять с себя клеймо неудачницы, про которую напрямую говорили, что если фигурист перешел к Соколовской, то он закончит, Светлане удалось только спустя много лет. Но именно это и есть ключевое качество тренера. Она умеет ждать. И дождалась. Сейчас самым звездным учеником Светланы Соколовской, после которого к ней уже перешел теперь бывший подопечный Хрустального Николай Колесников, является Марк Кондратюк. Еще бы! Олимпийский чемпион. Это высшее достижение для любого наставника. Но тенденция на разворот в череде неудач тренера началась с другого фигуриста – Александра Самарина. Не зря сам Марк говорил, что чувствует вину перед Сашей, что, мол, не он представляет Россию на Европе и Олимпийских играх. С Александром Самарином Светлана Владимировна начала работать с 2014 года. Его самые яркие победы пришлись на юниорский уровень и начало пути в возрослом разряде. Выиграны этапы гран-при, призовые места на домашнем чемпионате и мировых первенствах. На Олимпийские игры, к сожалению, попасть не получилось. Путевки тогда было всего лишь две, а претендентов трое – Михаил Каледа, Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Но на Светлану Соколовскую тогда уже посмотрели совершенно другими глазами. Сейчас ее имя значит очень много в мужской одиночке. Конечно, до статуса Этери Георгиевна в женском одиночном разряде еще идти. Но, вероятно, череда чемпионов поставит и эту уже яркую женщину в один ряд Студберидзе. Тем более, что в биографии этих тренеров есть много схожих моментов. Но об этом позже.